Привет всем, с вами Рокес и в Китае борьба с читерами вышла на совершенно новый уровень. Там за это действительно идут настоящие сроки, настоящая тюрьма, но это неудивительно, потому что в этой сфере крутятся огромнейшие деньги и это считается киберпреступлением. Но давайте я расскажу вам все по порядку после небольшой рекламы. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. А по промокоду Ирокес вы получите бонус до 6500 рублей к первому депозиту. Ссылка в описании. На сегодняшний день читеры это одна из самых острых проблем игры PlayerUnknown's Battlegrounds. И дело в том, что 99% всех читов исходит из Китая. И компания Tencent, это издатель игры в Китае, уже несколько месяцев работает сообща с местными правоохранительными органами. И цель сотрудничества вычислить всех хакеров, связанных с созданием читов, которые дают игрокам PUBG, несправедливое преимущество и наказать их непосредственно в реальной жизни и при том довольно-таки сурово. Компания вместе с правоохранительными органами работает с января месяца и за все это время уже было наказано более 141 человека. И это именно не арестовано, а действительно наказано, люди понесли уголовную ответственность. За один арест полиция изымает примерно более 200 единиц оборудования, включая мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, на которых работают создатели читов. Это дает помимо элементарной доказательной базы, ну понятное дело, что сажать человека просто так нельзя, нужны какие-то доказательства и вот они находятся в этом самом оборудовании. Так это еще небольшой буст для разработчиков игры PlayerUnknown's Battlegrounds, потому что они могут видеть, что именно делают разработчики читов, как они находят уязвимости данной игры, под что они копают, как работают читы и так далее. Я уверен, что это все анализируется, просматривается и разработчики примерно представляют, как работают читы и это дает лучшее понимание о том, как от них защититься. Так что от подобных рейдов одни лишь только плюсы. Очень важным аспектом является то, что запрещенное программное обеспечение, а также украденная информация, это было уже много раз доказано, что в большинстве китайских читов есть вирус Троян, который, попадая на компьютер пользователя, ворует у него данные и вполне может украсть там какие-то номера, карт, пароли, личную информацию и еще то, что злоумышленники могут использовать в своих каких-то корыстных целях, естественно, это приносит тот или иной доход. Согласно одной из статей, опубликованных на китайском сайте, разработчики читов могут рассчитывать на приблизительный заработок около 1000 юаней в день. Ну, для того, чтобы вы понимали, 30 тысяч юаней в месяц это приблизительно 270 тысяч рублей, ну, довольно-таки серьезная сумма для обычного среднестатистического разработчика читов. Понятное дело, что какие-то крупные и огромнейшие компании, которые пытаются это организовать на каком-то беспрерывном мощном потоке, естественно, имеют еще большие доходы. Так что эта отрасль невероятно прибыльная. Не знаю, как у нас приносит ли это такой же доход, но вообще мне как-то на стрим приходил человек, представляющийся разработчиком читов и называл примерно такие же цифры. И основная идея китайских компаний в том, что эти люди должны нести реальное наказание и оказываться за решеткой. По словам одного из их представителей, это наиболее эффективное решение проблемы с подобными организациями, которые разрабатывают читы. Так как меры, принимаемые в интернете, например, какие-то штрафы, либо вообще самое смешное это блокировки аккаунтов, совершенно не дают результатов. А здесь реальная ответственность, реальная уголовная статья, за которую сажают сроком около 5 лет. Ну, представьте, вот так вот продавал читы и все, находишься 5 лет за решеткой. Я думаю, что это многих остановит. Хотя всегда найдутся отбитые люди, которые на это пойдут, но, естественно, их будет гораздо меньше. Так как подобные меры приносят хороший результат, то вполне вероятно, что они могут быть переняты другими странами. И может быть, кто знает, через какое-то время и у нас. Разработка читов станет уголовным преступлением и, естественно, читеров в играх станет гораздо меньше, просто лишь потому, что читы станут более дорогие, более редкие, менее удобные в использовании. И, конечно же, это скажется в отрицательную сторону на их пользователях. Ну, а на этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вы считаете, действительно ли это правильная мера борьбы с читерством. Вообще, как вам такая идея? Хотели бы вы, чтобы у нас в странах приняли бы какие-то подобные законы и за разработку читов была бы уголовная ответственность? Ну и вообще, как вам подобная новость? Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok